Мы знаем, что одежда кряшинок отличалась по возрасту и статусу. Можете нам подробнее рассказать, как одевались девочки? Из какого материала шилось их платье? Платья ситцевые шили, и тканые тоже шили, и тканые тоже были. И платок одевали они, молодые девочки, вот так, что волосы не показали. А по праздникам что надевали девочки? Я снимаю, вот так, да, и Мангайукасы называются, вот это Мангайукасы одевали. Спасибо большое вам, Екатеринька, что нам очень хорошо показали и рассказали. В рамках реализации авторской программы по изучению культуры и истории кряшинского народа в Школьном краеведческом музее школы номер 31 проводится занятие внеурочной деятельности, на котором юный краевед, исследователь Кузнецова Ксения проводит опись кряшинских украшений. Эти украшения сохранила в своем семейном архиве Екатерина Стрелкова. Участники этнографической практики ведут полевой дневник. Юазгаль ведет дневник в электронном варианте, Екатерина на бумажном носителе. Помогает с переводом носитель языка Елизавета Факеева. Наша тема – исторические особенности формирования традиционного костюма кряшин и его реконструкция. Перед вами мы стоим в костюмах разных эпох. На полине – платье конца XIX века о куриной тети. Его сохранила ее внучка Екатерина Николаевна Стрелкова в своем семейном архиве. А на мне – нами реконструированный костюм. А сейчас мы расскажем о процессе реконструкции более подробно. Прежде чем начать шесть платья, мы по размерам платья и фартука изготовили выкройки универсального размера, учитывая ширину домоткальной ткани. Мы узнали, что сложных деталей при изготовлении костюма не было. Из-за экономии ткани все шилось просто из прямоугольников и трецепевидных вставок. На горловине глубокий вырез, обработанный приточной планкой и воротником стойкой. Форма платья – тоникообразная рубаха. После подготовки деталей мы приступили к пошиву платья. А наше исследование – цена тем, что оно позволило изучить исторические каноны пошива платья. Нам удалось реконструировать в народной костюм максимально приблизив прототипу. А это стало возможным благодаря представителям национальности «Кряшер», сохранившим культурное наследие у себя дома. У нас очередного круглого стола, который состоится сегодня здесь, в стенах нашего школьного краеведческого музея. Школьный краеведческий музей очень активно работает благодаря руководителям, благодаря учителям и родителям, которые работают с одной стороны. Сегодня наше заседание посвящено очень интересному и значимому событию. Сегодня обучающиеся нашей школы, во главе со своими руководителями, передают дар продукту своей проектной деятельности, продукту своего труда. Наши обучающиеся изучили традиции, особенности пошива кряшерского женского традиционного костюма. Изучили эти особенности и тонкости, детали передали реконструированных в этот костюм в своем проекте. Материалы, собранные нами и реконструированный костюм, передаем музею нашей школы. А цель моего исследования – узнать историю происхождения Чувашии и их национальной одежды. Перед вами я стою в костюме моей прабабушки Евгении Алексеевны, 1928 года рождения. Этот костюм сохранила моя бабушка в семейном архиве и последующей передала его мне. А фартук я также сшила по подсказку моей бабушки, по восстановленной выкройке, так как он был утерян. Головной убор у Чувашии отличался по статусам. Например, замужняя женщина одевала сурпан. Это такая белая полоска, которая украшалась на конце вышивкой. А на мне вы видите хушпу, которую одевали по праздникам. Это такая шапочка, которую богатые женщины украшали монетами, а бедные женщины нашли замену жестянке. У хушпы есть свой хвост – это хури. Он также украшался монетами и вышивкой. Это такая наспинная полоска, которая закрывала косу женщину. А мы продолжили исследование. Изучая историю народа Крящен, мы заинтересовались вопросом письменности, так как наличие своей письменности является прямым доказательством самостоятельности народа. Первым упоминанием о письменности Крящен являются родовые знаки Том-Ва. А создателем письменности Крящен стал известный тюрколог, православный просветитель и миссионер Николай Иванович Эльминск. Он взял за основу русский алфавит и дополнил его тремя гласными – Э, Э, У, а также исключил буквы В, Ф, Ц и Щ, которые не имели звуковых аналогов в Крященском алфавите. Крященые, получив свою письменность, стали полноценным субъектом мировой цивилизации. Нам стало интересно, знают ли наши друзья, одноклассники, родители топонимику нашего города. Мы провели опрос и поняли, что большинство жителей не знает, откуда произошли названия улиц. А ведь каждое название имеет свой смысл – хранить в себе культуру и традиции своего народа. Наши внимания привлекли два топонима, то есть улицы нашего города. Это Ахтубинская и Чебинская. Всем большое спасибо за проведенные исследования. Надеюсь, мы на этом не остановимся и для себя откроем много нового и интересного. И поделимся своими открытиями. Обязательно продолжим. Продолжение следует...